Мы продолжаем рассказывать вам о самых популярных видах мошенничеств и способах защиты одних. Сегодня речь пойдет о так называемом подломе денег. Метод достаточно старый, но все еще действенный. Как правило, жертвами такого обмана становятся работники торговли. О схеме обмана и как не попасться на крючок мнимых покупателей расскажет Анна Граднова. Метод подлом купюр среди любителей легких денег известен уже давно, однако актуальности своей с годами не теряет. Жертвами становятся, как правило, продавцы торговых точек в проходных и многолюдных местах. К примеру, в начале этого года татарстанские полицейские задержали 51-летнего жителя Пятигорска, а мужчина, действуя по одной и той же схеме, обманул нескольких кассиров магазинов и заведений быстрого питания. Злоумышленник делал заказ напитка или покупал товар, стоимость которого не превышала 100 рублей, и для его оплаты передавал кассиру 5000 рублей. После этого, под предлогом того, что нашлись менее крупные деньги, забирал купюру обратно. Продолжая разговор с продавцом, еще какое-то время брал сдачу с якобы ранее отданных 5000 рублей и уходил. Только в конце рабочего дня выявлялась недосдача денежных средств кассе. Ловкость рук, но все же мошенничество. Тут все направлено на отвлечение внимания, чтобы кассир забыл, что отдал купюру обратно. При большом потоке клиентов отвлеченный разговором продавец часто действительно об этом забывает. Расплачиваться за невнимательность и возмещать недостачу приходится самим обманутым. Вы, например, отворачиваетесь, чтобы передать какой-то товар, и он вам начинает отчитывать мелочи. То есть мысленно, как будто вы эти деньги-то и взяли, но вас кто-то отвлекли, и тут еще рядом кричит кто-нибудь. И вы вот эти мелочи берете и начинаете сдавать ему сдачу с 5000. То есть забыв о том, что купюру этого в руки-то не взяли. Вот в этот момент передачи проходит отвлечение. В такие моменты, советуют полицейские, стоит быть особо внимательными. Чтобы получить максимальную выгоду, злоумышленники используют крупные купюры, а своими жертвами выбирают чаще всего уже уставших продавцов. Но даже если почувствовать неладно и задать вопрос аферисту, тот так просто не сдастся и будет настаивать на своем. В этом случае не стоит пугаться и расставаться с деньгами. В основном во всех магазинах есть видеонаблюдение. Вы можете сказать, вот у нас есть видеонаблюдение, мы можем посмотреть, что вы мне не дали деньги за средства. И если вот именно в эти пару фраз вы мне не дали, вы все-таки отстояли свою точку зрения, и действительно вы не брали эти деньги за средства, обычно он даже не забирает товары, уходит. При попытке обмана, говорят полицейские, не стоит стесняться и терять время, а не замедлительно обращаться в правоохранительные органы, обезопасив тем самым себя и коллег. Анна Городнова, Арат Назипов, Вызов 112. Спасибо за субтитры! Продолжение следует...